А лидеры обладают тремя другими качествами. Лидеры ориентированы на действия, а психопаты... Но когда сочетаются все три качества? Криминальные психологи говорят о том, что характерно для мошенников поверхностное очарование. Вот теперь скажите, как различить поверхностное очарование и харизму? Харизматичными все же хотят быть? Никак. Как различить уверенность в себе или чувство собственной грандиозности? Никак. Понимаете? То есть, если человек вверху, мы называем его уверен в себе. Лидер уверен в себе. Если человек внизу, мы говорим, маньяк. Это единственная разница, вверху или внизу. Так получилось. Вот внизу он тоже достиг. Достаточно многого. Тем более в условиях жесткой конкуренции. Кстати, и вверху примерно такая же. Ну да, конечно. Вот, манипулятивность. Все норм? Или вот, например, красавчик. Лидеры ориентированы на действия. А психопаты, им постоянно требуется возбуждение. Вот теперь смотрите. Какого бы лидера вы не взяли, а мы сегодня еще возьмем несколько лидеров, так быстренько пробежимся. Это люди, которые умели принимать тяжелые решения. Что делает Стив Джобс, когда его снова приглашают на кто-то там, опять в его Apple? Что он делает в первую очередь? Он увольняет 80%. Вот вопрос. Потому что он лидер? Или потому что ему просто похрен на людей? Какая разница? Вот, правильно. А разница есть. А разница есть. Разница есть. Цели. Цели. Ну и вот они параллели, сами понимаете. Дальше мы уже хотим вам напомнить, что лидеры являются автоматически людьми психопатическими. Я думаю, что мы это выложим вам в чат. В формулировочке. Вот знаете, вот первые практически, которые вытащил, можете посмотреть. Нормально? Дальше. Это реально цитаты? Цитаты. Да, он цитаты. А вот где я сейчас не скажу. Но это я выписывал. Да, это из официальных текстов. Про неофициальный я даже не говорю, Артем. Что он там, о чем он общался, я даже не знаю, понимаете. Вот, это все цитаты, которые он не очень стеснялся. Здоровое недоверие – хорошая основа для совместной работы. Дальше. Дальше время со слабыми не принято считаться. Вот это я хочу напомнить. Это был, наверное, год 37-й, 38-й. Это когда про международную арену. Идем дальше. Вот, очень мне нравится вот этот цитат. Образование – это оружие, эффект которого зависит от того, кто его держит в своих руках и кого этим оружием хотят ударить. Это вот на тему образования. Нормальный такой подход, мне кажется. Дальше. Ну, это Владимир Ильич Ленин. Кстати, вот кто не палился, так это Ленин. Единственную цитату, которую вот смог найти, вот оно. Вот очень может быть. Вот очень может быть, все-таки там работал целый институт, да. Идем дальше. Ну, разве что вот навести массовый террор. А вот дальше, дальше красавчик наш идет, любимый. Вот это вот. Вот Че Гевара. Кто любит Че Гевару? Ну, все же любят Че Гевару. Красавчик. Это революция. Доказательство тут вторичное. Мы должны действовать по убеждению. А не все банда преступников и убийц. Нормальный такой подход. Вот очень нравится фраза. Вот это вообще. Вот я предлагаю ее как раз. Ее как раз для себя записать. Да, понимаете. Вот понимаете. Это то, что касается как раз отношений с окружающими людьми. Если есть сомнения, следует. Вот. Вот, понимаете. Долго будешь думать, никого не убьешь. Это хорошо звучит. Там в другом фишка, действительно. Если есть сомнения, действуй. Все, дальше. Вот это из письма отцу. Очень нравится, очень. Нормальный такой подход. Это ничего не значит, если я проиграю. Дальше. О, дальше Черчилль. Ну, про Черчилля вообще много можно говорить. Но вот кто социопат, так это вот, понимаете. Вот меня часто обвиняют в том, что я вот англофил. Блин, тут станешь англофилом. Тут реально сложно быть. Сейчас скажу. Сложно. Сейчас проржусь. Вот, давайте так. Сложно быть русским и не быть англофилом. Вот так. Ага, все. Лучший способ оставаться последовательным, но меняться вместе с обстоятельствами. Я вам даже скажу, почему. Потому что я подозреваю, что британцы для России являются вот просто вот идеалом и теневой стороной. Вот именно теневой стороной. Понимаете? То есть, вот они все делают исключительно правильно. В свое время очень мне понравилось. Сейчас я не вспомню, кто это сказал. Он говорит, такое впечатление, что вот британцы, это немцы, которые потеряли совесть, пока переезжали на острова. И вот дальше, говорит он, британцы, они все делают, нисколько не стесняясь. Просто у них нервный тик. И кажется, что они подмигивают. То есть, они сделают что-нибудь, они говорят, нам нужно вот это, и подмигивают. Французы говорят, ух ты ж, и нам, значит, за это что-нибудь обломится. Нет, не обломится, потому что британцы это и не имели в виду. Ну, ты понял, да? То есть, вот просто нервный тик. А так все вообще, вот вы прикиньте, да? Британия, если вдуматься, конституционная монархия, в которой нет конституции. Раз. Второе. Все, что парламент примет, палата лордов, землевладельцев. Землевладельцев, понимаете? Да. Но палата лордов, как раз землевладельцев, которые невыборные, оно имеет право наложить вето. Да, если парламент все это примет, то дальше что? Королева имеет право что сделать? Да. А вы в курсе, что до сих пор не отменен указ, по которому вообще британский суверен, ну, в смысле королева или король, имеет право убивать всех на территории Британии без суда? Ну, да. Мне кажется, это нормально. Вот понимаете, все. Все вот чисто. Все абсолютно. С чего начался Брекзит? Напомнить? С того, что британская королева за обеденным столом спросила. Господа, не можете ли вы мне привести 10 причин, по которым мы должны оставаться в Евросоюзе? На следующий день 5 газет вышли с одним заголовком. Мы не можем привести ни одной причины, ваше величество. А так все нормально. Британия, обожаю ее. Идем дальше. Вот это меня убило. Вот это меня, откровенно говоря, убило, потому что я-то считал, что вообще как бы вот нет. Действуй по обстоятельствам, говорит нам Уинстон Черчилль. Все. Все, чего я хотел, понимаете? Все, чего я хотел, это согласие с моими желаниями после конструктивной дискуссии. Дальше. Никогда. Если это не противоречит чести и здравому смыслу. Идеал социопата. Все хорошие. Вот. Значит, я не буду вам вкручивать про психопатию, нарциссизм и манипулятивность. Хотя, само по себе это достаточно интересная вещь. Вот если вдуматься, дорогие мои, то давайте посмотрим. Три кита, на которых стоит темная триада. Кстати, темная триада, это название получили три качества, которые, как бы это выразиться, были противоположны так называемой благотворной пятерке. В 50-е годы прошлого века американские ВВС отбирали себе людей, чтобы они могли работать в экипаже по пяти принципам. Доброжелательность, открытость новому, ну и так далее. Если хотите, полистайте. Более того, вот эта благожелательная пятерка, она потом активно применялась в самых разных тестах, в самых разных психологических теориях. Вот чем фишка. Фишка-то обнаружилась в том, что эти пять качеств идеальны для исполнителя. На будущее запомните. Для тех, кто находится посередке. А лидеры обладают тремя другими качествами. Эти качества, фантастическая влюбленность в себя. Манипулятивность или макеавеллизм. Кстати, обратите внимание, что макеавеллизм был внесен психиатрами, как термин. Хотя ссылается на кого? На Никола Макеавелли. Чья книгу «Государь» вообще, мне кажется, нужно сделать по ней, ну если не отдельный тренинг, то всем разослать. Значит, эта книга, она фантастична. Потому что вот там как раз человек спокойно пишет о том, о чем все остальные молчат. И, наконец, третье – это психопатия. Вот теперь обратите внимание. Сам по себе нарциссизм, самовлюбленность – это удивительная шняга, фигня, не знаю, как назвать. То есть один сам по себе, если нарцисс влюблен в себя, это производит смешное, отталкивающее, неприятное впечатление. Сама по себе психопатия, знаю я людей-психопатов, которые ничего не дают. Понимаете? И сам по себе макевиализм, само по себе умение манипулировать другими людьми – это зачастую специалисты-политехнологи. Но когда сочетаются все три качества, когда человек спонтанен, непредсказуем, когда человеку нравится то, что он делает, и когда он умеет манипулировать, вот эта вот пупочка, вот это вот и есть те два процента. Когда одно из качеств компенсируется другими. Когда одно из качеств является дополняющим двух других. Потому что я знавал людей, которые были нарциссами и психопатами, но которые не умели манипулировать другими. Я знал людей, которые умели манипулировать другими и были психопатичны в лучшем смысле этого слова. Но они не любили себя. Я знавал людей, которые были влюблены в себя и умели манипулировать, но им не хватало драйва. Они не ловили От этого кайф А вот когда мы объединяем все эти Понимаете про что мы? Поскольку информация может быть полезна Не только вам, но и многим другим людям Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на наш канал